Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. Сегодня покажу еще одну памятную партию, сыгранную на памятном для меня турнире. Очень повезло мне в 2006 году, сразу после турнира в Ханты-Мансийске, часть шахматистов полетела в Салихард, и я в их числе. Салихард – это город на крайнем севере, за полярным кругом. И просто посмотреть даже было интересно на него поздней осенью. Ну, так получилось, что еще и удалось хорошо выступить. Я разделил первое и пятое место с Юрием Яковичем, второе, по-моему, он занял Александром Рязанцевым, Семеном Дворисом и Яковом Гейдером. Ну и по дополнительным показателям занял первое место. Несколько партий мне очень сильно понравились. Одну из них я вот сегодня намерен вам показать. Против меня играл молодой челябинский кандидат мастера, сейчас это международный мастер с рейтингом по 2500, Александр Бутенев. Дебют он выбрал очень острый, голландская защита. Не зная, какую схему он играет, я решил провести максимально быстро е4. Ответ d6 достаточно логичный, хотя не исключено, что самым сильным в этой позиции является ход кольца 6. С идеей на е4 пойти е5. И получается какой-то странный вариант королевского гамбита, в котором, если белые возьмут еф, то после кони в 6, например, они сразу же 4 пойти не могут. Или, если черные сыграют d5, ну, допустим, еф, d5, то в случае g4 есть ход h5, и белым не удержать эту пешечную цепь. То есть, ход кольца 6, на мой взгляд, ставит перед белыми определенные проблемы. Хотя есть достаточно такой, выглядящий нелогичный ход d4, то есть теперь кольца 6 стоит достаточно... Ну, как-то очень странно с сочетанием ходов кольца 6 и f5. Такое впечатление, что белые играют дебют Берда, черные сделали нормальные ходы, а белые зачем-то коня на c3 поставили. Ну и после d6, е4 естественный ответ, е5, конь c3 тоже естественный ответ. Помимо своей партии, я вам покажу еще одну интересную партию. Была сыграна на Аэрофлот Опене молодым Магнусом Карлсоном. Его противник, опытнейший гроссмейстер Сергей Долматов, ученик Дворецкого, сыграл в этой позиции конь c6, хотя на самом деле, конечно же, конь f6 в этой позиции в ход объективно сильнейший. Черные продолжают давление на пешку е4. Так вот, он сыграл конь c6, и после е, слон бьет f5, d4 молодой Карлсон просто разгромит опытного гроссмейстера. Последовало конь бьет d4, теперь проигрывает взятие на c2. Ну хотя бы точных вариантов я не помню, но здесь черные катастрофически отстают в развитии. На конь f6 будет слон g5, рокировка, ладья е1. У черных большие проблемы с эвакуацией из центра короля. Долматов не стал брать на c2, но миниатюра все равно состоялась. Белые выводят свои фигуры на самые естественные поля. Слоны развиты наиболее агрессивным способом. С рокировкой у черных проблемы, то есть короткую сторону они рокировать не могут. Ходом b5 они еще и отказали королю в эвакуации на ферзевый фланг. И в общем-то теперь простыми естественными ходами будущий чемпион мира производит добивание. Король пошел пешком на c7. По какой причине нельзя делать короткую рокировку, мы все понимаем. Слон мешает на b3. В длинную сторону рокировка выглядит крайне опасной вот из-за того, что пешка на b5 подвисает. Ну и со слоном f5 могут быть проблемы. Так, сейчас мне надо чуть-чуть подумать. Может быть есть какой-нибудь удар типа g4. Слон не может уходить из-за слона e6. Конем нельзя бить на g4 из-за ладья e7. А на взятие слона g4 следует ладья e7, ферзь e7, слон f6. Ну и а зачем слон f6? Сразу ферзь g4, чтобы не было у черных, чтобы у белых остались два слона сильных. Конь связан, у белых два слона против ладьи, при этом король очень плох, черный. В общем, вряд ли здесь можно удержаться. Долматов повел короля на c7 пешком, но легче от этого ему не стало. После ладья бьет e7. Ну понятно, что взятие королем взятие королем плохо из-за ладья e1 и слон бьет f6 с большими приобретениями у белых. Ну и взятие ферзьем здесь тоже от разгрома не спасает. Белые напали на слона f5 и на пешку d6. Теперь можно было взять, ладья бьет d6, очевиднейшая у белых компенсация. Ну, от шаха закрылись. Угрожает слон e6, угрожает ладья f6, угрожает слон e6. Магнус сыграл еще энергичнее. Он повел на d6 коня, пока что напал на f6. И, в общем-то, после fd4 черное прекратили сопротивление, потому что на gh что у нас последует? Последует что-то очень простое. Типа слон бьет d5, может. Слон бьет d5, cd, коль бьет d5, висит ладья, висит ферзь, на отход ферзяк, коль возвращается на f6. Ну, то есть, то, что здесь разгром, это понятно. Что-то я не подумал посмотреть, каким образом этот разгром максимально четко достигается. Ну, черные здесь, в общем-то, не захотели оказывать сопротивление и были правы. Мой противник сыграл точнее, он коня вывел не на c6, а на f6. И здесь белые должны были взять на f5. То есть, основным ходом является ef, считается, что он более точный. После d4, e4, черные должны найти самый сильный ход слон d7. Ну, и тут после слона c4, c6, очень сильный ход d5. вроде бы у белых небольшой перевесик есть. То есть, по компьютеру оценочка где-то плюс-равно. Это я проверил, в отличие от концовки с Магнусом. Но я сыграл по-другому. Я сыграл сразу d4. У черных несколько ходов. На конь, в e4, последует dE, и песка на f5 стоит как-то подозрительно. То есть, эта позиция у черных выглядит очень опасный. Если взять fe, то тоже белые бьют dE, и конь напал на мат, на c7. Защитить не так-то просто. Король d8, конечно, можно пойти. Перс бьет f3 будет, поэтому fg выглядит разумным промежутком, и теперь вместо короля d8 удалось коня на a6 поставить. То есть, король еще имеет шансы эвакуироваться, но с другой стороны, вот сейчас грозит ладья e1, слон d4, поверить в то, что здесь черные могут спастись. Ну, не так-то просто. При этом считаются эти варианты достаточно легко. А, я забыл еще сказать, что вот кандидат мастера Александр Бутенек был настолько молод, что подготовиться я по базе не смог. То есть, я не знал, что он играет на этот вариант, и поэтому, естественно, не мог повторить теорию. И вообще ход d3, по-моему, пришел мне уже за доской в голову, после коня в 3, в 5, именно d3 сыграть. А d4, после d4, конечно, вообще все мои познания закончились. Вот ход fe самый естественный. Слон g5, белые играют тоже вроде разумно, хотят взять на e4. Здесь был интересный ход c6, и фигуры белых начинают подвисать, но их извиняет тот факт, что черный король надолго застревает в центре, и неизбежно будет подвержен страшной атаке. Уже грозит конь e6 мат. Есть много способов защититься от него, например, ферзь будет e4, жадная, но позиция выглядит очень страшной. Какие-то варианты я привожу. Здесь ферзь должен справиться с не раз этими фигурами, королевский фланг черных застрял на месте, угрожает новый персев 7 и конь e6 мат. Не знаю, нашел бы я все это за доской или нет. С другой стороны, выбора-то у меня не было после того, как я пошел с лоу g5, потому что после c6 угрожает d5, и ход конь бьет e4 выглядит совершенно обязательным. Даже если бы досчитать все до конца не удалось, скорее всего, пришлось бы поверить в то, что такая атака возможна. В партии как раз нечто похожее случилось. Я не мог посчитать все до конца, но через пару ходов занесу фигуру с хорошими шансами замотовать, но без точного расчета. здесь был конечно ход слон e6 такой достаточно интересный, но я предпочел забрать на f6 и сыграть конь бьет e4. Вот как раз конь бьет e4 я приготовился отдавать фигуру. d5 ходить надо, конь бьет f6, ферзь бьет f6, ферзь e2 шаг. Теперь, если черное закроется, ферзь e7, ну, у белых чуточку поприятней позиции в этом эшкале после ферзь e7 можно а нет, в каком эшкале я заготовил длинную рокировку. То есть у меня комментарии записаны непосредственно после партии. Я их немножко проверил. То есть длинная рокировка после ферзь бьет e2, смол бьет e2, и он шаг поприятней у белых, потому что они существенно опережают в развитии. Конечно, им надо будет где-то c4 подорвать, пешку d5, чтобы слон заиграл. А если черные бьют на c4, то от ладья h1 удовлетворительной защиты не видно. В партии было нечто подобное. Последовала король f7 и длинная рокировка. Брать слона это самое принципиальное решение, но выиграть после него черные не рискуют, потому что на короле f8, например, очень неприятен ход ладья d3, и удовлетворительной защиты от ладья f3 не видно. На король g6 ход, который я считал главным и полностью отражающим атаку, небольшая сегодняшняя работа с движком позволила установить, что здесь сильный ход ладья h1 вместо шага на d3 с целью сделать ничью перс d3 король f7 к4. Ладья h1 это у меня была одна из линий, то есть я тоже это рассматривал, угрожает конь e6, взять этого коня черные не смогут, в противном случае надо будет считаться заездом ладьи на d6 с целью дать шаг на f4, а после ферзь f4 король b1 ладья d8 находится очень сильный пичок ферзь d3 и нет хода слона f5 из-за такого удара не самого очевидного то есть белые поймали на вилку тяжелые фигуры противника которые вышли раньше времени и остаются с лишним материалом мой противник сыграл иначе он сделал тоже естественный развивающий ход слон e6 и после конь бьет e6 ферзь бьет e6 ферзь b4 висит пешка на b7 грозит ладья h1 на этой позиции в своих расчетах я остановился когда готовился пожертвовать фигуру потому что очевидно одно вечный шаг у белых где-нибудь да найдется у них сейчас все фигуры будут в атаке у черных пока что ладья a8 и ладья h8 не играют если сыграть конь d7 то сейчас зависает конь и хотя он пришел на помощь к своему королю король расположен настолько плохо что спасти эту позицию едва ли удастся ну уходить на g8 тем более не следует там ферзь c4 конь d5 ладья бьет d5 с матом давайте покажу король g8 ферзь c4 конь d5 иначе мат на x7 ладья бьет d5 и в общем-то мат на x7 так ход b5 выглядит достаточно упорным теперь белые развили свою последнюю фигуру и с легкостью запинывают бедного короля черных оставшегося единственного оставшуюся фигуру черных в центре все их остальные фигуры разбросаны по углам прижаты к краю доски и даже размен пары ладей не позволяет черным рассчитывать на успешную защиту здесь способ я думаю не один вполне заманчивый ладья е1 шаг но ферзь e4 я просто посчитал форсированный вариант угрожает ферзь e8 шаг король f6 ладья d6 шаг король f5 ну и теперь просто даже взять ферзе ладья a8 из клетки a8 никогда не выберется ну и конь b8 тоже в игру не входит дальше идет легкое добивание после ферзь h4 белая ставит форсированный а нет извините обманул на король bf4 я собирался ходом g3 выиграть ферзе ну а потом уже поставить вот так вот закончилась эта партия она мне доставила массу удовольствия потому что всегда приятно играть в атакующей манере ну и вообще сам турнир получился очень хорошим то что первое место удалось взять было вдвойне приятно так как в следующем этапе кубка России в Салехарде мне был обещан полный прием следующего этапа кубка России в Салехарде пока что не состоялось но я надеюсь что об этом обещании не забудут организаторы когда соберутся снова проводить там этапы кубка России в общем всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки комментируйте мне будет очень приятно надеюсь что и вам тоже понравится до свидания субтитры Продолжение следует...